Ребята, всем привет! У нас сегодня с вами будет видео прекрасное, посвященное моим самым любимым фаворитам этого лета уже. А, кстати, самый главный фаворит это 100% кондиционер, который я установила пару дней назад. Именно эта причина была зафиксирована как главное моего отсутствия на прошлой неделе, потому что я просто не могла сложить двух слов, сесть и поговорить с вами о чем-то прекрасном, потому что жара меня просто добила, я даже подумала, что возраст накладывает свои отпечатки, потому что у меня никогда еще такого не было. Сегодня я с приливом сил, счастливая, довольная и готова вам рассказать. Собрала самые классные вещи из категорий абсолютно разных. Давайте начнем с категории еды, с категории чего-то вкусненького, потому что сейчас на завтрак вообще не хочется ничего такого гиперграндиозного, хочется прохладных каких-то вроде десертов, но при этом, чтобы это было сытно и полезно, я хотела бы вам показать гранолу от бренда Пропорция. Я ее попробовала первый раз на Форфреше, и в принципе это их такая дочерняя марка, не знаю как правильно объяснить, от создателей самого эко-маркета получается. Прекрасный состав, здесь есть кокос, ананас, прям стружка, такие даже кусочки выпадаются, и я туда добавляю сушеную дикую клюкву для кислоты, сладости, сытости, это получается настолько вкусно, заправляю это все овсяным молоком, и получается просто нечто божественное, советую от всей души. Здесь еще идут цельные овсяные хлопья, кокосовое молоко, там и мякоть кокосового ореха, и питьевая вода, то есть видимо это все вымачивается и запекается потом. Кокосовый сахар, кешью, тыквенные семечки, кокосовое масло, кокосовые чипсы, взорванные зерна риса, ананас сублимированный, семена подсолнечника и соль гималайская. Больше по составу здесь ничего нет, поэтому я доверяю как бы такой продукции, естественно мне не хочется себя пичкать какими-то непонятными ингредиентами. И еще один мой такой фаворит, который выделился на фоне остальных, это кофе, который можно просто заливать кипятком. У меня не всегда есть время сварить кофе, потому что я это делаю в турке, условия какие-то походные, неудобные. То есть я сейчас уезжала на дачу на пару дней, когда была совсем жара, я просто выпала из жизни, не появлялась сториз, не снимала видео на YouTube. Вы уже поняли по какой причине. И я с собой быстренько собрала продукты, которые можно было быстро, так скажем, приготовить. Это та же самая гранола и вот такой заварной кофе с грибами. Я его показывала как-то в обзоре на iHerb, но я получила столько хвалебных отзывов именно на этот пакетик, что я хотела дополнительно еще рассказать про него в фаворитах. Это очень вкусное и очень нежное сочетание сразу и кофе, и молока. То есть действительно не нужно ничего добавлять, кроме кипятка, что для меня иногда очень важно. Плюс здесь есть в составе такие ингредиенты, как различные грибы, что сейчас вообще модное такое веяние. Грибы вообще, мне кажется, заполонят когда-нибудь всю нашу планету, поэтому это такой очень полезный ингредиент. Он дает еще некоторую концентрацию. То есть помимо того, что кофе бодрит, здесь еще есть дополнительный набор ингредиентов, которые помогают вам более сосредоточенно выполнять свою работу. Это почти что единственное, что меня вообще спасало в последние две недели, поэтому советую вам от всей души тоже попробовать. Так и называется Focus Fuel Coffee. Адаптогены, C8 MCT, Plant Based Omega 3 и вот этот вот львиный гриб, или как-то так он называется. В общем, если хотите, можете почитать более подробно. Я хотела бы сегодня вас не грузить. Всякая такая слишком тяжелая информация, а просто поболтать, так скажем. Еще у меня здесь есть несколько фаворитов, даже не знаю, с чего начать. У меня почти что каждый день повторяется макияж. Плюс-минус. То есть это то, что суперстойкое, это то, что супер хорошо выглядит на моем лице. Это консилер. Давайте, наверное, с него и начнем. То есть я сейчас не использую какие-то BB-средства, но при этом, естественно, так как я снимаю какие-то ролики, или бывает, что я попадаю на какие-то мероприятия, и нужно выглядеть хорошо, мне нужно скорректировать просто точно, локально какие-то зоны. Я выделяю здесь небольшой участок, подбородок всегда высветляю, потому что он у меня краснеет в первую очередь. И также высветляю зону под глазами, немного нос корректирую, и вот здесь такую легкую галочку рисую. Получается суперкруто. В чем бонус именно этого консилера? Это, пожалуй, единственное средство, которое я бы сравнила с Double Wear Estée Lauder. Это вот тональный крем, который действительно держится на вашей коже целый день. Он настолько плотный и выравнивающий, и при этом почти что не заметен на коже, что он дает такое ощущение лица с красной ковровой дорожки. То есть выглаженная, действительно плотная, стойкая. Это консилер, который держится целый день на вашем лице. Если вдруг у вас есть проблемы с забитостью пор, то, возможно, он будет усугублять ее. То есть на все лицо я его не советую наносить, но точно, локально скорректировать какие-то недостатки. Это действительно, наверное, самый плотный и лучший продукт. Я помню, когда-то был вот с таким же описанием для меня Catrice. Вот этот в баночке, в шайбочке. Он действительно был плотный, также корректировал. Его очень хвалили, любили, но нет доверия такого к марке. Он действительно сильно забивал поры. Здесь менее выраженный вот этот эффект. И плюс, я так как его наношу только локально, он мне как бы не усугубляет никаких проблем на коже. Я бы сказала, что у меня сейчас с ней все хорошо. Именно поэтому я могу позволить себе ходить без тонального средства. Но что касается других косметических продуктов, естественно, у меня довольно много сейчас любимчиков. И я вам говорила, что я прям подсела на категорию минеральной косметики. Это как отдельная такая история. Все-таки я, наверное, больше про эко, про осознанность какую-то. Думаю, что большинство людей из-за этого на меня и подписывалось. Я люблю тестировать, несомненно, все средства на рынке, которые только появляются. Поэтому у меня сборная солянка и из люкса, и из бюджета. Кстати, если хотите ролик о бюджетной косметике, у меня уже такой достаточно приличный боксик собрался. И я могу отдельный прям ролик записать. И также у меня есть сейчас и пополняется целая коллекция минеральной косметики, в которой у меня практически каждый день, я прошу прощения, тянется рука. И я хотела бы вам показать новую коллекцию. Это новинки от бренда Crystal Minerals. Это мраморные, там вышли румяна, хайлайтеры прессованные. И они очень удобные с точки зрения того, что их можно носить с собой. Почему раньше было сложно носить какие-то средства и использовать вне дома минеральные косметики? Потому что они обычно всегда были рассыпчатые. Вот Crystal Minerals, мне кажется, единственная марка, у которой прям сочетание качества, как если бы вы использовали какую-то люксовую косметику, при этом это полезно, можно сказать, для вашей кожи. Это и макияж, и при этом лечение. Вот я, когда у меня какие-то высыпания точечные, да, какие-то прыщики, я могу на ночь рассыпчатым консилером слегка скорректировать, и на утро я уже вижу, насколько подсушилась моя проблема. Плюс у меня нет никакого дискомфорта с точки зрения там выйти на улицу. То есть я его могу использовать как вечером, так и утром. При этом я знаю, что я это делаю с заботой о своей коже. И, в общем, из коллекции мне безумно понравились несколько позиций. Это минеральный хайлайтер в оттенке Sunlight Marble. Он создан для более загорелой кожи. Я уже, так скажем, подрумянилась, да, оставила свой отпечаток солнышко на моей коже. Поэтому мне безумно нравится. Это такое сочетание для меня бронзера-хайлайтера, которые я наношу на те же области, что и обычно. Еще я очень люблю им выделять галочки, внутренние уголки глаз. Смотрится действительно безупречно. Получается такое, знаете, натуральное освечение без всяких ярких точечек, вот таких глиттерных, которые меня, если честно, раздражают в хайлайтерах. Мне нравится натуральность максимальная. Мне нравится, когда вы смотрите на свою кожу, и она прям сияет, здоровая, и когда незаметно на ней макияж плюс-минус. То есть, чтобы вы лишь подчеркивали свою внешность, но при этом не корректировали ее тяжелым макияжем. В общем, здесь такое сочетание прям очень классных ингредиентов и сочетание классного качества продукции. Плюс я бы здесь хотела бы выделить румяна. Румяна у меня в оттенке Peach Marble с персиковым потоном, который дает естественный румянец на коже. Я его иногда наношу и на веки для того, чтобы сделать такой более органичный, свежий макияж. Когда у меня особенный недостаток времени, я не использую тени. Что касается... Про косметику мы еще поговорим. Что касается моих фаворитов для дома. У меня появилась вот такая ладошка. Вы знаете, что у меня целая серия всяких балийских штук, навеянных, такой свободный, такой куст у меня. Кстати, очень часто приходят вопросы, Алина, что у тебя за растение такое очень красивое. Называется оно Хоризалида карпус. Я надеюсь, я правильно выговариваю. И он действительно создает такое тропическое настроение в квартире. Мне он безумно нравится. У меня есть рука деревянная, как подставка под украшение. И Будда стоит в комнате. В общем, я в эту же всю историю вписываю различные предметы интерьера. И эта ладошка, она создана специально для благовоний. То есть, во-первых, здесь есть такая дырочка, куда вставляется благовоние. И потом пепел, который, соответственно, палочка сгорает, да, пепел будет сыпаться сюда. И я лично заказала эту подставку как подставку для украшения. И мне очень нравится, что я в ладошку прям складываю. Потому что, знаете, есть какая-то особая теплота от этого, что вы куда-то в какую-то теплую, добрую руку даете свое украшение на вечер. Я понимаю, что это звучит немножко не от мира сего. Но, в общем, уют — это такая очень тонкая материя дома. И вам должны нравиться те предметы, которые у вас стоят дома. И у меня действительно очень теплые к ней мысли. Внизу оставлю ссылочку, где покупала. Точнее, не покупала, а мне ее вообще прислали. Предложили выбрать что-то в магазине. Называется магазин Home Owner. И я, когда увидела ее, я прям не смогла оторвать себя от желания ее либо купить, либо попросить. В общем, я прям осталась безумно довольна. Что касается летних моих фаворитов, на самом деле он не свеж, он не нов. И здесь я просто хотела бы выделить его как средство, которое я использую, на самом деле, круглогодично. В отпусках я без него не уезжаю никогда, потому что если я обгораю, если меня покусали москиты, если у меня какое-то раздражение, аллергия на солнце или какие-то проблемы, вот эта вот палочка-выручалочка для всего. После бритья, например, или, ну, что бы с моей кожи не было, там какие-то ранки, что-то содрала и так далее. В общем, спасает на 5 с плюсом. Здесь витамин B5 содержится, соответственно, он очень хорошо заживляет и увлажняет. На обгоревшей сильно прям участке кожи я тоже мажу его. В общем, такая палочка-выручалочка от бренда La Roche-Posay называется Цикопласт Боум B5. Дальше хотела бы пройтись тоже. Я очень люблю давать вам отзывы на продукты, которые я тестирую, ну, просто там недельку-две, а которые я тестирую уже год-два. И бывает даже такое, что ты продукт сначала не понимаешь. Ну, вот как случилось конкретно с этой баночкой, это клиника Anti-Blemish Solution. И средство, это создано специально для того, чтобы убирать воспаление с кожи лица. Сначала, как получилось, меня обсыпало в какой-то поездке в Голландии, кажется. И я на выезде в Duty Free посмотрела какие-то средства, которыми я могу намазаться здесь и сейчас, чтобы не усугубить проблему еще и во время полета. Купила эту банку, намазала как-то очень тонким слоем вот на проблемную прям такой кусок кожи. У меня просто как все стянуло, как начало гореть, я пошла прям мылом, которое было там в общественном, соответственно, в общественной уборной. И смыла это все, стянула еще хуже. И я прям такая, о, этот продукт точно для моей чувствительной и нежной кожи, которая гиперактивная и очень сразу реагирует. Меня еще больше обсыпало. Так вот, я на самом деле использовала его крайне неправильно. Никаким тонким слоем его мазать на участке кожи нельзя. Только ватной палочкой, только на тот участок, где у вас появилось воспаление. И лучших средств, наверное, вы не найдете. Никакой салициловой кислоты, никаких болтушек. Ничего лучше не справится, чем вот этот продукт. Но, по крайней мере, на моем опыте я хочу вам его рекомендовать. Он действительно нескончаемый, во-первых. Во-вторых, если у вас там в семье несколько людей, у кого какие-то бывают проблемы с высыпаниями, то это будет просто... Ну, представляете, на палочку просто минимальное количество средств точно нанесли, на утро ничего нет. В общем, долго разглагольствовать не буду. Мой фаворит стопроцентный и тоже, в принципе, круглогодичный. Но сейчас на лето особенно актуально, не хочется ходить с прыщиками, естественно. Дальше я хотела бы вам показать еще несколько средств. Вот удивилась, честно, я не люблю органические всякие натуральные средства для волос. Но появился у Batavicus. Я точнее оговорюсь, я обожаю шампуни, но маски я люблю профессиональные, средства не смывашки я люблю профессиональные и так далее. В общем, бренд Batavicus это абсолютно органическая наша российская марка. Наверняка вы про нее уже тысячу раз от меня слышали. Это мои любимые шампуни. У них вышла еще линейка с разглаживающей функцией. Здесь спре-антистатик для волос с термозащитой. Я его просто как-то распылила на волосы, на полусухие, потому что у меня вот как-то здесь вроде объем был. Потом вот мои сухие участки волос вот такие взгерошены, потому что это был второй или третий день после мытья головы. Плюс вот эта вот сухость от кондиционеров везде, жара, вообще ты потеешь. И, в общем, все это превращается в какую-то паклю. В общем, я нанесла несколько пшиков на волосы, расчесала. И что вы думаете, у меня гладкие, такие вроде легкие, пушистые волосы остались. И они не торчат в разные стороны, они не пересушены, у них нету никакого утяжеляющего эффекта. В общем, я влюбилась в этот продукт и его использую просто после мытья головы. Вместо любых других средств, казалось бы, баночка там за, наверное, 300 рублей. Работает она просто круто. Я термозащиту искала года. В общем, мне это безумно нравится. Ношу масло, термозащиту и сушу волосы. Счастливая, довольная, что у меня, ну, как бы сложилась вся картина. И еще два продукта. Это у нас карандаш для губ от бренда Lamelle. Это вообще копеечный бренд. Покупала я его, мне кажется, рублей за 100, может быть, за 200 в золотом яблоке в оттенке номер 01. Вы, наверное, если на меня подписаны не первый месяц, наверняка слышали. Я за 6 лет, наверное, карандаш от Dior 169 показывала миллион раз. И тут я пришла обновлять свои любимые карандаши, которые у меня закончились. А мне говорят, а его больше не выпускают. То есть они взяли, сделали оттенок светлее и темнее, а именно этот пропустили. Я не знаю, как так могло вообще случиться, куда они смотрели. Я знаю, что этот карандаш невозможно никогда было купить. Его скупают все мои подписчики, потому что это лучший нют на планете Земля. В общем, за 100 рублей карандаш спас ситуацию, и он делает губы. Знаете, когда пигмент не уходит в ненатуральный, когда нет чересчур какой-то активности, сухости. Бывают карандаши либо сухие, либо слишком такие маслянистые, жирные. Если у них оттенок чуть темнее, чем лично для меня нужно, то получается не очень естественный. Такой уже красивый, но более вулигарный, что ли, хищный вид. В общем, мне нравится делать, оформлять контур губ с помощью этого карандаша. И внутрь я наношу татуажку Тюр от Ивсен Лоран. Тоже показывала вам не один раз. Семерочка у меня на губах сегодня. Они, вот это сочетание и комбо, который, как мне кажется, сейчас идеально, не утяжеляет губы и хорошо очень смотрится, довольно натурально и естественно. Так, еще из категории для дома я не могу вам не показать несколько гаджетов. Я просто влюбилась. Это отпариватель ручной из серии 8000. Если вы знаете предысторию, у меня был ручной отпариватель, но это как небо и земля, наверное. Хотя я заказывала с иностранных сайтов, было куча отзывов. Это Philips из серии 8000. И он отпаривает буквально все. Помимо того, что он отпаривает очень плотные вещи, там толстовки или пледы какие-то, он еще и убивает микробы, что для меня очень важно. Соответственно, я могу отпаривать какие-то крупные вещи, типа пальто перед уборкой, когда я их сейчас на зиму складывала. И более того, есть ткани, особенно что касается леда, просто не приспособленные для глажки утюгом. Вот у меня есть атласный топ, например, который буквально за одну глажку превращается непонятно во что. То есть либо его отпаривать, либо просто не использовать и не носить, потому что выглядит он, честно говоря, совершенно непрезентабельно. Короче, для меня отпаривать это спасение, это намного быстрее. Здесь 230 мл вот этот вот бачок, соответственно, хватает не на одну вещь, как это было в моем прошлом случае, а сразу на, я не знаю, вещи, наверное, 4 такие плотные, которые я хочу прям вот разгладить. Не нужно прикладывать много усилий. То есть вы проводите, и у вас вещь разглаживается практически на глазах. Для меня в ручном отпариватель. Вот мне хотелось бы ручной, такой же, как профессиональный, условно, чтобы он справлялся со всеми задачами. Раньше мне казалось, что это нереально. Сейчас я понимаю, что все развивается и не стоит на месте, и можно заливать сюда водопроводную воду. Поэтому, соответственно, здесь стоит функция очистки, соответственно, у вас не будет попадать накипь на одежду, и не будет никаких проблем. Поэтому я рекомендую вам от всей души. Там есть разные оттенки. Я выбрала себе розовые. Сзади есть кнопка включения-выключения, и также можно нажать на режим эко или режим максимального нагрева и использования. Соответственно, когда я отпариваю какие-то более тонкие вещи, я ставлю эко на всякий случай. Здесь нужно иметь в виду только, наверное, одно. Когда вы что-то отпариваете, отходите подальше от стен, от предметов мебели, от плинтусов, от краски, чтобы не было никаких потом проблем. То есть я вешаю все на отдельную вешалку. У меня есть такая специальная переносная. И, соответственно, отпариваю, и это не занимает больше двух минут. Я просто, учитывая, что не люблю гладить, суперсчастлива и вам рекомендую. Вообще, когда я глажу что-то плотное, я включаю на максимум. И иногда я, в принципе, на этом же режиме глажу и все остальное, даже деликатные ткани. Потому что здесь есть специальная функция, которая называется Optimal Temps. Соответственно, есть защита от прожигания одежды. И, в общем, это умный такой прибор, который пригодится, мне кажется, в любом доме. Особенно, если вы часто стираете, если у вас дома много деликатных тканей, если вы часто выходите куда-то на съемки, как я. Или если вам не хочется постоянно доставать гладильную доску, потому что это целый процесс. Достал, потом утюг подключил, потом выключил, потом надо ждать, пока все это остынет. В общем, куча каких-то дополнительных действий. И времени нужно тратить. Здесь подошел быстро, отпарил и пошел туда, куда нужно. То есть, это не целый день, который нужно там выделить под глажку. Поэтому я безумно довольна. Еще один гаджет, который я хотела показать. Я немного слукавила, он не для дома, он скорее для души, лица и тела. Если вы сталкиваетесь с какой-то проблемой отечности, у меня, наверное, есть для вас два совета. У меня ямочки расположены не там, где у всех людей. То есть, все улыбаются, у них вот тут ямочки, я улыбаюсь, у меня вот здесь ямочки. Получается, что со временем, когда я стала там чуть более отекать, отекать, я уже поняла, на что она молочка. Но все равно, так или иначе, она где-то там бывает проскальзывает, попадает в каких-то продуктах питания. Я это замечаю чуть позже. Особенно, если есть не дома, то существует риск попадания, там, не знаю, конфеты. Вам сказали, что там нет молока или сделали вам кофе, перепутали молоко. И в итоге бывает результат, как говорится, налицо. Я это стала замечать прям вот на 100% высота каждый раз. И, в общем-то, спасаюсь я только несколькими средствами. Вы можете отмотать несколько роликов назад и, в принципе, поймете, о чем я говорю. Сейчас я сделала процедуру, которая называется BBL. Я про нее вам уже рассказывала. Я делаю ее в клинике Тори. Это приблизительно метро Шабловская, кажется. И я туда хожу к Ольке Ибраковой. Это мой косметолог, которая всегда подбирает мне пул процедур, которые на данный момент для моей кожи хорошо бы подошли, так как мое лицо это то, как я работаю, что мне хочется хорошо выглядеть, естественно, как и любой девочке. Но плюс я еще и снимаю видео постоянно в кадре. Я не могу себе позволить быть гипер какой-то отекшей. Поэтому я слежу и постоянно поддерживаю какие-то процедурки. Прихожу и делаю. В общем, в BBL есть еще одна насадка, которая называется Skin Tide. Это такое легкое, так скажем, термоомоложение. Я здесь обязательно подпишу, что вообще происходит в этот момент. По сути, инфракрасным, по-моему, излучением вам нагревают эту область. И у вас происходит такой дренаж очень сильный. Если вдруг у вас есть тоже какие-то проблемы с отечностью, вам хочется подтянуть лицо, это отличный способ. Для разного типа кожи, для разного возраста применяются абсолютно свои настройки этой насадки. И, соответственно, мне пока не нужны какие-то прям гипернастройки, да, когда это делается прям для как омолаживающая процедура. Но в данной области мы прям хорошо в последний раз проработали. Так что у меня немножко горело, минут 10, наверное, вот здесь вот красненькое такое было. Я действительно вижу, что на следующий день у меня спала эта отечность. Пока я не могла попасть к своему косметологу, потому что запись у нее на 2 месяца вперед. Вот я спасалась только гуаша и спасалась микротоками. И могу сказать, что это действительно работает. Когда я каждое утро просыпалась, делала микротоки, на следующий день гуаша. И плюс я делала какую-нибудь лифтинговую маску или увлажняющую. И ходила с ней там хотя бы 15-20 минут. Это действительно спасло ситуацию. Не думайте, что, знаете, если у вас там целлюлит или какие-то проблемы с кожей лица, то это уже все. Нет, на самом деле можно исправлять. Я хочу снять второе видео про избавление от целлюлита. Потому что есть некоторые дополнительные советы. Например, как укрепление сосудов, как это вообще делать. Я прям тоже вижу на лицо. Помимо отказа от молочки или моего режима питания, который 100% работает. Если не видели тот ролик, то он просто взорвал, мне кажется, интернет. И мне миллион просто человек сказали спасибо за него. И есть у меня как бы что еще посоветовать. Могу снять отдельную часть. Если хотите, то обязательно пишите внизу, чтобы я об этом знала. Я всех целую, обнимаю. Надеюсь, вам это видео понравилось. Пока-пока. Пока-пока.